В Сахалинской области продолжается сбор подписей за присвоение АХЕ звания «Город трудовой доблести». АХА – северная столица Сахалина, город нефтяников. В годы войны город был удостоен переходящего красного знамени Государственного комитета обороны. Трудящиеся АХИНского района с 1941 по 1945 год добыли 3 миллиона тонн нефти, а также в невероятно тяжелых условиях построили нефтепровод между островом Сахалин и материковой частью страны. АХА – Комсомольск-на-Амуре. Многие ахинцы-нефтяники награждены медалями и орденами за трудовые успехи. На средства, собранные жителями, построили целое звено боевых самолетов, получившее название «Ахинский нефтяник». Тысячи ахинцев призваны в ряды Красной армии. АХА – единственный районный центр региона, награжденный государственной наградой – орденом «Знак почета». Были внесены колоссальные, неимоверные усилия для того, чтобы обеспечить добычу нефти в тяжелейших условиях северных и обеспечить весь Дальний Восток, по крайней мере, по большому счету, горючим. Надо понимать, что, хоть и нефть до этого добывалась на Сахарине, но в то тяжелейшее время военное, когда было из Сахии призвано более 3,5 тысяч человек на фронт, это ушли здоровые, сильные мужчины. Их место заняли подростки. И за военный период, 41-45 год, АХА добыла столько же нефти, как практически за все предыдущие годы. Это был неимоверный подвиг людей. И в то же время АХА и строилась, и развивалась, и велись дополнительные разведывательные работы. Я думаю, что это очень справедливо. Это еще важно в том смысле, что нужно, чтобы об этом помнили теперешнее поколение, помнили дети и внуки, трудовой подвиг отцов, матерей, которые обеспечили значительный вклад в победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы все знаем, что ахинцы внесли свой вклад в Великую Победу. Мы гордимся не только воевавшими на фронтах, но и тружениками тыла. Ни для кого не секрет, что в годы Великой Отечественной войны вся страна ковала победу в тылу. В Ахе главным вложением в общую победу стала промышленная добыча нефти, производной и горюче-смазочных материалов для военной техники, остро необходимой фронту. Танки, бронепоезда, корабли и самолеты – вот далеко не полный список того, что требовало горюче-смазочных материалов. Захватывает дух, когда осознаешь, что ахинская земля в то время стала одним из ресурсных арсеналов страны. Я горжусь трудовым подвигом земляков и считаю, что родная Аха достойна присвоения почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Все для фронта, все для победы. Под таким девизом трудились все годы войны друженики тыла. Значительный вклад в дело победы над врагом внесли и сахалинские нефтяники. На предприятиях «Треста Сахалиннефть» трудились 3,5 тысячи работников, из них 45% – молодежь и женщины, пришедшие на работу в дни войны. Добыче нефти было посвящено все. Разрабатывались и внедрялись все ценные рационализаторские предложения, которые имели большое практическое значение еще очень длительное время. В военное время была решена проблема транспортировки нефти на материк. Скоростными методами в годы войны был построен нефтепровод Аха «Софийская». За годы Великой Отечественной войны нефтяники Севера Сахалина дали стране 3 миллиона тонн горючего. Это больше, чем за 10 преддовоенных лет. Это был весомый вклад тружеников в дело разгрома немецко-фашистских захватчиков. Именно поэтому я считаю, что город Аха достоин присвоения почетного звания «Город трудовой доблести». В поддержку присвоения Ахе звания «Город трудовой доблести» в Сахалинской области организован сбор подписей. Проголосовать можно в Центральной библиотеке, отделении социальной защиты населения, в Доме детства и юношества. Также волонтерские пункты работают в магазинах «Лиана», «Оптовик», «Семейный», «Панорама», «Тарпан», в спорткомплексе «Дельфин». Кроме того, открыто электронное голосование на сайте ах-гтд.ер.ру. Сбор подписей продлится до 15 августа.